Мы будем продолжать говорить о том, к чему мы на самом деле призваны. Знаете, мы не перестаем как пастыря и продолжаем, и мы рады говорить с вами об этом и иметь взаимосвязь с вами, духовную и обратную связь, что называется, чтобы мы друг друга поднимали и поощряли служить Господу, чтобы мы состоялись в предназначении, которое нам предопределено. Бог призвал, и призвавших Он предназначил, да, и мы продолжаем пробуждать друг в друге таким образом этот здравый смысл, да, потому что нигде вы больше об этом не услышите. Работа вам не расскажет, что надо служить Господу, она вас будет уводить куда только. Дом, семья, это благословение от Господа, но это тоже бывает очень часто, не рассказывает о том, что надо служить Господу. И просто общение с кем-то. Хорошо, если это общение с братьями и сестрами, и не просто о том, где болит. Нет, или как не так. А когда это о том, как мы можем еще служить Господу, как мы можем быть полезными, как мы можем принести в Царство Бога плоды, и мы будем всегда об этом говорить и продолжать об этом говорить. И это будет продолжаться, доколе не придем в полный возраст Господа, потому что в этом есть часть наша. И, к сожалению, наш мозг, он так устроен, он ленивая сволочь, что называется. Да простят меня там религиозные мозги. Наш мозг ищет всегда легких путей. Наша натура человеческая ищет легких путей. И поэтому очень быстро мы назад стягиваемся от того, чтобы служить Господу к просто бытовым моментам. И поэтому всегда мы нуждаемся, да. Но 2 Коринфянам 3, 6 написано, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Это способность. Это приглашение. Это возможность. Это привилегия. Знаете, у людей в мире этой привилегии нет. У нас она есть. И часто бывает так, что мы смотрим на то, как живут люди в этом мире. И потому сползаем. Ну вот в том-то и момент, что люди мы не можем, дети Бога, мы не можем смотреть на этот мир и равняться по нему. Как живут они. По той простой причине, что, может быть, сегодня они как-то живут лучше и где-то, или в чем-то. А небо о них плачет. Потому что они, может быть, идут в ад. Понимаете? И мы, призванные Богом в чудный Его свет, вообще не должны равняться на этот мир. И наша задача действительно поднимать друг друга, действительно поддерживать в том, чтобы не оглядываться. Ну, идти дальше за Господом. И сегодняшняя тема, в принципе, будет об этом. Она будет перекликаться с очень многими темами, звучавшими уже в церкви. И всевозможно, и различно, и не только в этой церкви. И, как уже ранее я анонсировала, это будет о ходатайстве. О том, что является частью нашей жизни, как детей Бога, как верующих людей, как христиан. И мы уже давным-давно говорили и учили о том, что если ты сын Бога, если ты дитя Бога, если ты призван Господом, то, как минимум, ты становишься Его учеником, Его поклонником, Его ходатаем, Его благовестником и посланником. Как минимум. То есть, знаете, мы часто тоже, опять же, начинаем выбирать. Ну, я там не тот, или я не тот, я не благовестник, или я... Так вот, эти все перечисленные минимумы, это все ты. Это все я, и это все ты. Добро пожаловать в Царство Божье. И это привилегия, и это способность. То есть, мы можем говорить, что я не это, но эта способность уже дана. Хочешь, как хочешь, вот принимай, не принимай, но эта способность, она нам дана. И ходатайство в том числе. И все мы, если у тебя есть, у меня есть рот, то это не только для того, чтобы кушать. И не только для того, чтобы о чем-то просто поговорить. Это для ходатайства. И это здорово, потому что мы должны, наконец-то, знаете, всем своим органам давать Божье предназначение, а не только наше человеческое, земное. И мы будем говорить сегодня немножечко глубже о ходатайстве в Новом Завете. Знаете, часто многие думают, что ходатай – это должность при церкви. Причем такая должность. Вот если тебе не нашлось другого служения, то добро пожаловать в ходатай. Ну вот если ты не детский служитель, не в прославлении, не администратор, не группа, которая занимается медиа, то вот самое место у тебя в ходатайстве. А знаете, в чем правда, что это так и есть? Потому что если ты не нашел, ты не знаешь, кто ты, то ты точно ходатай. Ты точно ходатай, потому что эта функция в тебе есть. И ты можешь принести плод и пользу уже в этом. И можно подключаться, и можно действительно приносить плоды через это. И что касается ходатайства в церкви, то знаете, есть такой момент, что ходатай, они часто смотрят на ходатайство как на что-то очень, ну, достаточно напряжное, тяжелое. Это ж приходить, это ж промаливать, проламывать. И сегодня мы будем эти вот ходатки немножечко ломать. На самом деле, и это правда, что у Бога есть дефицит ходатаев. Есть дефицит ходатаев, и не очень-то все стремятся. Именно потому, что все еще думают, что это очень тяжело. Мы приняли форму Ветхого Завета, когда, чтобы ходатайствовать, это мог только первосвященник. Это страшно, это серьезно. Он там приходил за завесу раз в году вообще. И написано в Слове Божьем, что в Иезекииле 22.30, что Бог говорит, я искал человека. Знаете, помните это местописание? Бог говорит, я искал человека. Кто станет в проломе? И у нас очень часто, вот это вот, знаете, звучит, оно звучало, это нормально для бывшего сезона, для прошлого сезона, когда действительно Бог нуждается в ходатах, и Он продолжает нуждаться. Но у нас перенята схема Ветхого Завета, когда кто же станет в пролом? И там написано, что и не нашел я такого человека. Я вот однажды задумалась, вот Бог даже не нашел, найдут ли пастыря в церкви? Найдут ли пастыря в церкви? Даже у Бога это не получилось. Но на самом деле Бог нашел. Но этот ответ должен был прийти в Новом Завете. И есть этот ответ, когда в Откровении мы читаем, что искали, кто бы взломал печати и открыл свиток, да, и прочитал книгу эту. И чтобы был этот человек. И там написано в Откровении, давайте мы можем открыть, это Откровение, 5 глава. Откровение, 5 глава. И не было никого ни на небе, ни на земле, ни под землей, кто мог бы развернуть свиток и заглянуть в него. И апостол говорит, я горько зарыдал, ибо не нашлось никого достойного развернуть свиток. Знаете, почему в Ветхом Завете Бог не мог найти того человека, кто бы мог встать в проломе за всю землю? Ни один из живущих на земле не соответствовал тем стандартам неба, которые бы удовлетворили это ходатайство. Которые бы могли действительно встать за землю. И тогда один из старцев сказал, мне не плачь, послушай, лев из рода Иакова, Иудова, из колена Давидова победил. Он сможет сломать семь печатей и развернуть свиток. Нашелся ответ. Иисус стал тем ходатаем, Иисус стал тем, кто встал в этом проломе. И все мы знаем, когда Иисус сказал, я есть дверь, да? И по сути, Он стал дверью в любом проломе, на любом конце земли, в любой ситуации. Он стал в этих проломах, и Он стал той дверью, которую Бог может закрыть и открыть. Что я творю, никто не сможет закрыть, и что я закрою, никто не может больше открыть. Так написано. Иисус стал тем ответом, который является сейчас ходатаем за всех и все. И вот вопрос. А зачем тогда мы? Зачем Богу еще ходатаем? Что? Аминь, мы в Иисусе, но зачем мы Богу? Есть же уже ходатай, который ходатайствует на небе, ходатайствует днем и ночью. Зачем мы тогда? Есть ответ на это. Дорогие, да, мы в Иисусе, и мы призваны. И мы призваны не просто в служении, мы призваны не просто в миссию. Мы призваны, как дети Бога, чтобы Он мог разделить с нами добычу. Бог продолжает умножать свое владычество. Бог продолжает завоевывать души. Бог продолжает наполнять своим духом землю. Каждый новый человек, рожденный от Господа, в него поселяется Дух Святой. Там умножается, туда приходит Царство Бога, приходит небо, приходит полнота. Приходит Царство, оно там утверждается, владычество Бога умножается. И эта добыча потом будет делиться слава, от этой добычи будет делиться с теми, кто стали в этом участниками. И это наша с вами часть. Мы, как дети Бога, то, чем Бог вообще ни с кем не делится. Знаете, написано, я славу свою не разделю ни с кем. Вот Бог хочет поделиться с нами славой. Всей славой неба, всей полнотой, изобилием Царства. Он хочет это разделить с нами. Но Бог справедливый. Бог справедливый. Он говорит, я приглашаю тебя участвовать со мной в завоевании, чтобы я мог разделить с тобой эту славу и эту добычу. Добычу он делит сильными, написано. Добычу Бог делит сильными. И мы, как дети Бога, приглашены, чтобы разделить эту добычу. И не только в Царстве Бога, когда уже уйдем на землю. Потому что, знаете, может у кого-то сейчас такое, ну это же будет тогда, а здесь что? Здесь Бог делится с нами такими мощными вещами, такими сильными. Когда мы приходим в Его присутствие, а на самом деле ходатайство Нового Завета, оно только так и совершается в присутствии Бога. Потому что завеса, она же разорвана. Завеса, она разорвана. И мы не так, как раньше священники, боялись даже приблизиться. И когда они приходили и славили Бога, то написано, что входили в святое святых со славословием и не могли приблизиться даже близко. То есть к престолу только могли подойти. Но что говорит о нас Слово Божье? Мы посажены. Мы посажены. Написано, что мы посажены с Господом на небесах. И ходатайство, оно перемещает нас вообще в другие сферы. Когда Бог умножает свое владычество, то мы приглашены вместе с Ним быть на престоле Его распоряжения, на престоле Его управления и благодати. И продолжать это ходатайство вместе с Иисусом. Что такое ходатайство, дорогие? Это посредничество. Это когда ты вместе с Иисусом говоришь этой земле воскрешение, восстановление, жизнь, процветание, исцеление. Все те блага, все те благословения, которые Бог приготовил и которые Он собою заплатил, за которые Он собой заплатил. И это больше не стояние в проломе. Вы уже понимаете, да? Это уже даже не ходатайство, когда мы приходим всего лишь к престолу. Это когда мы отождествляемся с Христом. И мы осознанно понимаем, мы начинаем держать это в себе, в сердце, в разуме. Кто я? Я именно тот, кто сейчас сидит на престоле. Я сидящий на престоле. Сейчас, знаете, может у кого-то так, ого, вы заноситесь. Но Иисус потому и назвал нас и сказал, вы будете детьми моего Отца Небесного. И когда Иисус ходил по этой земле, то написано, будучи человеком, Он не считал хищением, да, присваиванием чужого, Он не считал хищением, быть равным Богу. То, к чему, во что мы приглашены, мы еще до конца сами не поняли, мы приглашены становиться равными с Ним в управлении землей, в управлении всем, что здесь мы видим глазами, во всем, что на земле. Да, это должно быть только в послушании Господу, в смиренном сердце. Потому что, знаете, у нас есть тут уже как бы свой такой небольшой пример, когда дети папочки, что хотят, то творят, это неправильно. Мы говорим о другом. Мы говорим, когда это абсолютно в синхронизации с сердцем Бога, с намерениями Бога, с волей Бога. Когда ходатайство, оно исходит из понимания того, что хочет делать Бог. А для этого необходимо исполняться Духом Святым. Тот, кто не исполняется Духом Святым по-настоящему. Знаете, к сожалению, мы сейчас уже много чего слышим, видим, когда люди рассказывают, да я там по столько-то часов молюсь. Здесь плоды. Я хочу плоды увидеть, а не то, сколько ты рассказываешь, сколько ты молишься, и какие у тебя там ангелы сваливаются, и что вообще происходит у тебя. Плоды, потому что это говорит само за себя, да. Когда апостолы ходили с Христом, когда они по-настоящему были исполнены Духа Святого, то на них оглядывались, и их стали называть Христами. И все знали, что они были с Господом. Им не надо было о себе трезвонить. Иисусу тоже не надо было трезвонить. Слушайте все, я тут папочкин сын. Я папочкин сын. У меня папа на небе. Он никому не трезвонил, потому что все, все вообще говорило громче. Все абсолютно. Поэтому мы приглашены в первую очередь, чтобы вот это производилось в нас, чтобы сердце менялось, чтобы изменялось все вокруг нас. Понимаете, чтобы когда мы входили куда-то, там что-то начинало происходить. Если мы даже не входим, а просто находимся, там тоже прикосновение Бога начинает происходить. И что-то меняется и в атмосфере, и в людях. Понимаете, вот к чему на самом деле мы призваны. И это совершается через ходатайство. Это совершается через ходатайство. Через то, когда мы четко осознаем, кто мы. Через то, как мы молимся в понимании того, где мы находимся. Что мы не у престола, мы не просто под ногами. Это прошло время. Бог разодрал эту завесу. Мы не просто даже церковь. Мы не просто заходим за завесу. Мы переносимся духом. Из момента, когда мы зашли за завесу, Бог переносит нас духовно на престол своей власти. И Он дал нам способность быть этими ходатаями. Быть этими посредниками для земли, для этого мира. И сегодня написано, что до сих пор все творение мучается и стенает, потому что те, кто называются христианами, еще вообще не понимают, кто они на самом деле и к чему призваны. И сегодня, может быть, я не знаю, но я думаю, что именно по этой причине. Знаете, когда мы объявляем, что соберутся ходатайи, то здесь приходит, не скажу, сколько человек. Но это смешно на самом деле. Когда мы говорим, что церковь, собирайся в четверг на молитву, и здесь не стопроцентное присутствие людей, это тоже, ну, просто... Значит, вы не поняли вообще, к чему нас призвал Господь. Значит, мы еще не до конца это поняли. Раз наше сердце не горит в это время, там моя церковь молится, входит в присутствие Бога, входит в тронный зал, садится на этом троне, чтобы этой земле провещевать жизнь, чтобы этой земле провещевать исцеление, чтобы, пропуская его через себя, через себя давать этой земле этот поток. Вы понимаете? Откуда мы имеем тогда здоровье, откуда мы имеем благословение? Это приходит на эту землю через нас. Через нас. Бог этим щедро готов делиться. Где мы? Когда Бог эти потоки направляет. Где мы? Написано в Евреям 2.8. Евреям 2.8. Евреям 2.8. «Ты все подчинил под ноги его». Бог все покорил человеку, не оставив ничего непокоренным ему. Заметьте, человеку с маленькой буквы. Но сейчас мы пока не видим, что человеку подчинено все. Мы пока что не видим. И чтобы это видеть, Бог пригласил. Хочешь видеть? Становись со мной ходатаем. Хочешь видеть эти чудеса? Становись со мной на этом престоле. Садись со мной. Чтобы твоими молитвами также наполнялась эта земля, эти чаши молитвенные. И будет изливаться. Ты первый будешь видеть эти перемены. Ты первый. И тебе первому, с тобой первым Бог поделится этой добычей. Бог с тобой первым разделит эту славу. Ты будешь знать, ты участвовал в этом. Ты направил. Ты стал тем, через кого этот поток сюда пришел и пролился. Ты станешь тем, через кого это происходит. Это то, к чему мы призваны, как дети Бога. И написано, что в Исаии 53, 10 написано, что воля Господня, благоуспешно, будет исполняться рукою Его. Это вторая часть там стиха в синодальном переводе. Там такой немножечко устрашающий стих, но написано, что воля Бога, она будет исполняться рукою Его. Вне зависимости от того, знаете, вне зависимости, ёкнет в чьем-то сердце, не ёкнет, будете выхода, будет исполняться воля Господа Его рукою. Но я говорю сегодня, и мы сегодня говорим о чем? Дорогие, не пропустите свой шанс. Не пропустите, потому что на самом деле, а когда мы еще будем служить Господу? Когда мы еще сможем быть полезны для Царства Господа? Знаете, нас так увлекает быть, наши, не то что увлекает, оно затягивает, оно забирает силы. Я сама работаю, знаете, я знаю, о чем я говорю, и вы знаете все тоже. Но знаете, я просто понимаю, что у меня не будет другой жизни. У меня не будет другого месяца, другой недели, другого дня. И я, если могу, сегодня Бог дал мне силы, Бог дал мне возможность, Бог дал мои уста, наполнил звуком, мои легкие дыханием, мои ноги двигаются. То вот куда они должны двигаться, чтобы приносить славу неба на эту землю, чтобы через ходатайство быть участником умножения славы Бога на этой земле, в этом городе, в наших семьях даже, знаете, потому что, когда мы ходатайствуем за семьи других, тоже в наши семьи приходит обновление и приходит Божье благословение. Мы говорим о ходатайстве. О ходатайстве, которое происходит больше не у престола. Оно происходит на самом престоле. И все темы, которые идут к тому, чтобы исполняться Духом Святым, наполняться, чтобы сосредотачивать взгляд свой на Господе, чтобы взирать на Его славу, чтобы познавать Его волю, это все подключается сюда, в ходатайство. Это все может быть сюда подключено. И, знаете, когда мы видим Сына Божьего, сидящего на престоле, когда мы видим Сына Божьего на престоле, в Слове Божьем, вспомните так, что мы видим там у престола еще? Кто помнит? У тебя ангелов хорошо, еще что? Это то, с чем мы начинаем взаимодействовать. Еще что? Что мы видим еще на престоле, у престола, возле престола, вокруг престола? Старцы, замечательно, хорошо, еще что? Аминь, церковь первенцев, еще что? Аминь, еще что? Вспоминайте, молнии, громы, да, еще что? Слава, огонь, еще что? Реки воды живой, поток жизни, поток жизни, попало. Молодец. Ребят, на самом деле, очень, очень классно размышлять об этом. Знаете, почему? Потому что, когда мы, всякий раз, когда мы входим в ходатайство, входим в поклонение, нам нужно об этом думать, с этим начинать взаимодействовать, начинать это видеть, различать, чтобы услышать эти звуки, чтобы увидеть это небо, этот купол, это сияние, эту славу, это облако, которое наполняет, эти восклицания свят, увидеть этот поток жизни, поток жизни, который течет от престола. А знаете, почему он течет? Ребят, я хочу вас пригласить в одну такую штуку, которую совсем, ну, не так давно мне открыл Господь в Слове Божьем. очень часто все, что написано в Слове Божьем, оно имеет причинно-следственную связь. Причинно-следственная связь. Господь сидит на престоле, Сын Бога сидит на престоле, Бог сидит на престоле, и потому поток течет. Поток течет именно по этой причине. Мы с вами садимся на этот престол вместе с Иисусом. В Господе мы посажены, во Христе мы посажены, и поток начинает усиливаться. А знаете, почему? Потому что когда Бог поместил в нас Духа Святого, что Он пообещал? Реки воды живой сделаются в вас источниками. К тому потоку, который идет от престола Господа, присоединяются источники наши. Мы усиливаем, мы направляем эти потоки мы здесь на земле видя, куда нужны потоки потоки жизни, потоки финансового обеспечения, потоки исцеления, потоки восстановления, потоки благословения, потоки защиты, потоки, любые потоки жизни, все, что во благо, все, что во благо, это от Господа. Да? Мы становимся теми, кто, вместе с Господом мы направляем эти потоки и мы усиливаем эти потоки. И туда приходит жизнь, и туда приходит процветание, и туда приходит исцеление. Мы призваны для этого. Мы предназначены и нам Бог дал такую способность. И вот в чем вопрос. Способность она может у тебя быть, но ты можешь этим пользоваться или не пользоваться. Ты можешь это востребовать и развить или же нет. Это как способность. У каждого есть уши. Практически у всех они слышат. Но кто-то развивает еще и музыкальный слух, а кто-то нет. С голосом то же самое. Это способность. Руки есть у всех. Слава Богу, практически у всех. За исключением несчастных случаев. А вот способность в руках она либо развивается, да, да, руки-то ну у всех же по пять пальцев, правильно, две руки, по пять пальцев. Только кто-то этими руками что-то прекрасное делает, а кто-то не кто-то вон вареники и голубцы, а кто-то только снежки, это точно. Но мы о чем говорим, ребят, мы призваны, чтобы воспользоваться, чтобы не потратить наше время на зря, чтобы тот дар, который дан нам, а знаете, что ходатайство на самом деле, служение ходатайства, это точно такое же служение, как служение пастырей, как служение прославления, это точно такой же дар вообще для церкви, как и любое другое служение, как административное служение. Почему? Потому что плод приносит, потому что славу небос приносит, потому что дает Богу умножать царство и владычество. И еще более того, с вами будет разделена добыча. Не забывайте. Знаете, я вам скажу такую штуку. Я в один момент вдруг нечаянно подумала о том, что я люблю служить Богу, еще и потому. Я просто люблю Бога. Но я люблю служить Богу еще и потому, что я понимаю, Бог становится все больше заинтересованного мне. Я отдаю ему время, я отдаю усилия. Ему очень важно это. И он приносит наполнение, он приносит восполнение. Он просто обновляет силы, он невероятно просто что-то делает в нашей жизни, в нашей семье. Это здорово, потому что люди, которые не подключаются в служение, люди, вы лишаете себя этого. Вы даже не можете себе представить, как вы лишаете себя этого. Вы просто, ну, поймите, это такая вещь, которая, знаете, мне так хочется вас заражать этим. Но я понимаю, что это может, ну, это делает только сам Дух Святой. Это просто между вами и Богом. Но я говорю, Бог, просто видя это, Он отвечает, Он приходит, Он изливается. И, знаете, наше участие для Бога очень важно. Поэтому Он это и дает, как бы, обратную связь. И есть очень важный еще аспект в ходатайстве, который очень важен, и я хочу с вами проговорить. Бог, Он, все мы знаем, что Бог, Он, Сам Бог, да, ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует по воле Господа. И мы, когда участвуем в ходатайстве, мы участвуем в этом и вместе с Господом Иисусом Христом, и вместе с Духом Святым. И ходатайство, мы, просто подключаясь в это круглосуточное ходатайство, становимся, знаете, этим, ну, неотъемлемым, маленьким пусть, но винтиком в этой большой машине. Ходатайство, оно происходит день и ночь. И там на небе Иисус, а здесь на земле Дух Святой, да. Мы с вами одновременно в это включены. Мы одновременно на небе, и одновременно на земле. У нас полнота, у нас все ресурсы неба вместе с нами в это подключаются. И поток этот тогда, он усиливается, он бежит, он течет именно через нас, как через церковь, как через ходатай. И то, насколько, ну, как бы мы участвуем, знаете, это просто, ну, наше решение. И, знаете, есть один очень важный принцип ходатайства, которым я также хочу сегодня обязательно поделиться. это любовь. Я верю, что Иисус ходатайствует о нас со всей-всей-всей своей любовью. Дух Святой ходатайствует внутри нас и хочет ходатайствовать всей-всей-всей Божьей любовью. Написано в Колоссянам в 13 главе, в Колоссянам 3 глава, 14 стих, что любовь это совокупность совершенства. Знаете, ходатай по большому счету может только тот человек, который выбирает любить. Во-первых, любить Бога. А во-вторых, любить все то, что любит Бог. Если нет любви, то ты. Если нет любви, вы понимаете, если у человека есть откровение, есть научение, мы, знаете, мы столько всего и вы вместе с нами видели и слышали, а я вот это вот знаю, а я вот это умею, а у меня дипломы, а у меня столько, я там молился и вот там, и вот там вот, и где я только не был. Любовь где? Если нет любви, написано в Слове Божьем, медь ты звенящая, химвол бряцающий, химвол бряцающий, ходатаем быть, это выбирать любить. Быть детем Бога, это выбирать любить. Выбирать любить, несмотря ни на что, не благодаря чему-то, а несмотря ни на что. и тогда молиться. Знаете, по большому счету, вообще ничего не можем делать без любви. Даже жертвовать не можем без любви. Я не помню, когда-то, по-моему, рассказывала, ребят, я просто пережила в своей жизни такой опыт. Я жертвовала и жертвовала, сеяла и сеяла. И не могла понять, почему нет жатвы. Ну, как бы, люди грамотные, богословы, могут сказать, ну, может быть, не сезон жатвы был. Может. Но я думаю, что это было по другой причине. Потому что, когда я, наконец-то, устала от всего и спросила, Господи, где же моя жатва? То Бог сказал, загляни в сердце. И я просто к своему стыду увидела, что когда я сеяла очень многие вещи, ну, очень, там, и деньги, и вещи, и сеяла, то это делалось в огорчении. В огорчении. Это было окрашено, огорчением через, там, какие-то недостатки, какие-то моменты, это, а еще бывало, там, через, что, третий подход в церкви на сборов финансов. И вдруг я поняла, что вот это огорчение, вот, вот, где нет любви, да, да, и я начала следить, я начала работать на собственном сердце, чтобы полюбить, просто полюбить Бога и все, что любит Он. И чтобы любить дом Божий, в который мы приносим эти финансы, это восполнит здесь нужду, да, и я люблю это, и я с любовью это сею, потому что, Господи, мне хочется, чтобы было место, где мы собираемся, где мы славим Твоё имя. И я это делаю не потому, что так надо, не потому, что, может быть, там что-то вырастет, и я аж пожну таки свой урожай, а потому что люблю, потому что Ты любишь этот дом, Ты любишь, когда дети Твои собираются вместе, и когда у них есть это место. И Ты, Бог, любишь каждого из детей, даже какие бы они там ни были, и как бы ни кособочили. Поэтому путь ходатая, это всегда выбор любить. это всегда делать выбор любить. Первое Коринфянам 13, с четвертого стиха. Давайте откроем. Первое Коринфянам 13 глава. Все мы знаем это послание. Любовь это. Да? Есть такие жвачки когда-то были. Любовь это. Я в подростковом возрасте очень их любила. И было так интересно, разворачиваешь это. Любовь это то-то-то. Делать что-то вместе. Аллилуйя. Так, Господи, я нашлась. Так, четвертого стиха. Любовь терпелива, добра, не завидует, не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Не перестает существовать никогда, хотя пророчества прекратятся. Языки умолкнут, и дар знания прекратится, все вообще прекратится. Знаете, но любовь, она будет вечно. Я когда-то слышала одного пастора, который говорит, знаете, когда речь идет о ходатайстве, вот, кого бы я попросил ходатайствовать за себя лично, да, то между опытными и любящими я бы выбрал любящих. Не хочу я, чтобы за меня молился просто опытный, но тот, кто меня ненавидит, тот, кто меня критикует и выискивает, что же во мне не так. Пусть он просто меня любит и из этой любви помолится обо мне, покроет, не будет выискивать своего, не будет надмиваться, может быть, он лучше меня в десятки раз, но меня сюда почему-то поставил Бог. И может, каким-то Богом он лучше. Но Бог что-то увидел во мне. Он не будет надмиваться, он не будет превозноситься, искать свои выгоды, критиковать. Он будет молиться и ходатайствовать из позиции любви. Когда мы церковь молимся, когда мы за что-то ходатайствуем, выбирайте любить то, о чем мы молимся и о чем мы ходатайствуем. Очень серьезный большой момент. Выбирайте осознанно, выбирайте, не критиковать и не разбирайте это на молекулы, как не так. Мы так видим, как не так. Не ковыряйтесь в этом, а принимать от Бога. Господи, а как может быть, что ты для этого приготовил? Вот для этого еще важно быть на небе и посмотреть на все с призмы неба, с перспективы неба. Господи, а что ты для этого приготовил и как ты хочешь это изменить? И написано в 10 стихе, и когда наступит совершенство, еще раз, любовь есть совокупность совершенства. А когда наступит совершенство, тогда все частичное прекратит свое существование, исчезнет. Знаете, что мы делаем через ходатайство любви? Все временное начинает превращаться в славное. все частичное, несовершенное начинает преображаться в Божье. Вот так действует ходатайство Нового Завета. Это то, к чему мы призваны. Это то, в чем мы сегодня можем иметь часть. То, в чем мы можем иметь благословение. Видеть дела и славу Бога. Разделить это с Ним. И Бог хочет нас в это все и приглашает нас в это все. с Ним. С Ним.